Обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения стало главной темой круглого стола в Народном собрании. Республики обсудили техническое состояние сетей, проблемы и пути их решения. Все детали у Карима Гамаева. Об этом много говорит. Все знают, что проблемы существуют. Но нужны пути их решения, нужны конкретные меры по опустосованию этих проблем. Люди должны получать качественную услугу. И тем более речь не может идти о том, чтобы угрожала их безопасность. А на сегодня мы знаем, что это идет угроза нашим людям, нам с вами, нашим детям. Оборудование не соответствует технологическим требованиям. В четыре раза вырос показатель аварийных отключений, почти полностью исчерпавшие свои рабочие возможности линии электропередач. Износ составляет 80%. Сеть дает сбой при любом капризе погоды. Озвучиваем из трибуны доклады пугающие, но уже никого не удивляющие. Проблема есть давно, а пути их решения упираются в объемы финансирования. Мы вынуждены и доказываем федеральному центру, что сейчас нужно помочь срочно, нужно в Агистану помочь, выделить денежные средства, чтобы тот за годы сформировавшийся объем проблем, чтобы его единоразово за пару-трой год решить. А дальше, конечно, надо все равно формировать источники за счет тарифа. Еще одна проблема, точнее, как выяснилось, ее отсутствие. Это платежеспособность населения, с недавних пор обсуждаемая уже на федеральном уровне. Наконец, миф разрушен. Депутаты заявили, население платит исправно. Не платит же население, да, они зафиксируют, но фактически-то сами подтвердили, население платит. Платит исправно, да, есть такие, но не в таких объемах, как были названы цифры, 60% или еще какие-то завышающие. Мы же сами понимаем, что это не так, что присутствуют снабжающие организации. Наверное, не наверное, а надо вести работу в этом направлении. В том, что виноваты в этом и сами работники электросетей признали и ответственные лица. Но, как оказалось, найти решение не так просто. Компания испытывает кадровый голод. Мы должны знать, что за последние годы специалисты энергетиков в республике, их осталось не так много, что выбор был такой, что можно было одного специалиста поменять на другого специалиста. Поэтому нам приходится это, если исходить из этого, что мы должны беречь этого специалиста. Здесь работа точечная, здесь работа индивидуальная. Диалог выдался достаточно эмоциональным, но в то же время и продуктивным. С подачи председателя Народного собрания Заура Аскендерова представители ПАО «Россети» все-таки приняли тот факт о том, что население республики платит, а растущий долг вовсе не из-за потребителя. Как заявляют специалисты, о проблемах в энергоснабжении они знают. Также есть и пути их решения. Нужно только время. Карим Гамаев, Сейд Кутиев. Время новостей.